Чувствую, поскольку у нас время такое оскорбленных с одной стороны, а с другой стороны, значит, все время отлавливающих, как бы. Ты где? Ты с кем? Это не к вам имеет отношение. Ты с кем? Слева или справа? Или ты где? Ты наш или не наш? Поэтому я и говорю, что вообще все от Бога. Так я считаю. И верю в это. И поэтому инопланетяне, видимо, тоже оттуда. Не бывает так, что у них там свое, а у нас свое. Значит, они вас не переубедили на какой-то день, да? Ну и хорошо. Спасибо. Хорошо, а он близко. Наши красавицы, а я думаю, что все дети... Вы понимаете, ну не бывает так, чтобы все было у всех хорошо. Ну, наверное, за редким исключением. Нет, у нас как раз история человека, у которого не было простых отношений. В семье все непросто. Вы знаете, вообще, вот этот вот, как бы, сценарий и там текст, спектакль, он сделал по повести Кирилла Фокина, да? Значит, некоторое количество времени назад, я, честно говоря, не знаю, но, по-моему, месячной назад, вышел сборник, в издательстве «Вечер». У нас будет презентация, по-моему, этой книги 22-го числа. Но можно там в интернете посмотреть, там есть эта повесть «Огонь», по которой сделан этот текст сценический. Да, и там, наверное, это содержание все написано, я так думаю, я просто к этому. Это ведь не моноспектакль, кто занят еще в спектакле и чья сценография, в общем, скажи. Значит, сценография нашего режиссера Николая Рощина. Ну, он режиссер и художник, он так счастливо наделен вот этими способностями в равной степени. Потому что я почему на этом, так сказать, акцентирую внимание, потому что знаю, что некоторые художники, которых и вы, и я чрезвычайно высоко ставим, как профессионалов, да, они очень высоко отзываются именно о нем, как о сценографии. Он действительно интересный сценограф, вы видели, наверное, в его сценографии и Ворона, и старые женщины, которые здесь живут, которые здесь идут. Вот он сценограф спектакля. Значит, да, и старые женщины живут. Что вы там, Александр Анатольевич? Ну, я ничего не вижу, я за вас наблюдаю. Короче говоря, значит, он сценограф. У нас большая довольно группа. У нас есть медиа-художники, у нас есть композитор Антон Яхмутов, который у нас тоже здесь служит, и который такой оригинальный, очень звуковой, он сам занимается звуком. Он не традиционный композитор, но он работает со звуком очень активно. Если говорить про артистов, заняты актриса Теплякова, актриса Важакина, заняты Игорь Масюк, заняты... Ну, есть у нас несколько артистов, там, Никита Вальсуков, Дмитрий Вилов. То есть, конечно, эта группа артистов довольно большая. Ну, не такая большая, но человек денег есть. Конечно, конечно, конечно. А давайте кто-нибудь еще задаст вам после. Может, у меня не пустят спектакли, но премьеры, потому что у нас было много одних. Валерий Владимирович, хочу задать вам какой глобальный вопрос. Как вы, пожалуйста, включите в вашу творческую жизнь. Всем из актеров вам было работать интереснее, может быть, болезнее всего. Вот кто из актеров, простите, за лимфом, за чем вам послал? Это шутка. Всем из актеров было работать интереснее всего. Вы понимаете, в чем делали? Дело в том, что в каждый период жизни, в каждый период биографии, как-то, ну, встречи эти, они на тебя влияют существенно. Что-то несущественно. А какие-то влияют моменты очень существенно. Также и встречи с актерами. В какой-то период времени они на тебя очень влияют. Ну, понимаете, поэтому в «Современнике», когда я начинал, да, там была целая, так сказать, команда блестящих совершенно артистов. По тем временам особенно. Они мне казались глубокими стариками в свои 30 лет, потому что мне было 24, и мне казалось, что там они все уже давно, 31 год. Ну, а, конечно же, они на меня влияли, они меня учили, потому что и, так сказать, я с ними работал, я с ними развивался. Потом, когда я стал работать там в другом театре, в театре Гермолова, и там были свои артисты, там Якут, например, замечательный артист был, который был, Зиновий Герд, конечно же, на меня. По-многому повлиял просто и человечески. Ну, так трудно перечислять фамилии Михаила Ульянов, с которым мне доводилось работать. Разные. Конечно, Константин Райкин, который, ну, не то, что там повлиял, ну, просто мы, ну, повлиял, конечно, как и я на него повлиял. Мы там со школьной скальни делали вместе с ним работу. Мы ушли уже вот так вот, уже всю жизнь почти, так сказать, вместе, да? Хотя в последнее время мы там можем по несколько лет не встречаться и не репетировать, но когда встречаемся, такое ощущение, что у нас не было перерывов. Мы мгновенно начинаем репетировать на одном языке и сходу чувствуем друг друга, хотя потом оказывается, что мы 3, 4, 5 лет вообще не репетировали. Такое бывает. Евгений Миронов, конечно, потому что я помню, как я с ним начинал репетировать Достоевского в «Современнике». Он еще был совсем молодым артистом. Это была одна из первых его таких проб. Сейчас он уже, конечно, так сказать, вырос в такого артиста очень известного и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каждый артист в определенный период на тебя влияет. В Александринке, ну, как можно пропустить таких знаменитых, замечательных артистов, которые тоже на тебя влияют? И старшее поколение, и Николай Сергеевич, который здесь присутствует, и не только, и Смирнов, и Паршин, и, ну, 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 как, все. Семак влияет каждый день. Все больше и больше. Все влияют, потому что это такой ведь процесс, нельзя сказать, вот он меня... Конечно, у меня были встречи такие в жизни, как, например, Городовский, который повернул круто, там, скажем, мой взгляд на театр. Я не знаю, молодежь знает эту фамилию или нет, потому что Городовский – это один из тех реформаторов театра, которые, ну, признанные вместе со Станиславским, с Мейерхольдом, с Брехтом, с Антонином Арто, как величайшие реформаторы театра, вообще мирового, повернувшие просто мозги театральные в совершенно другую сторону. Конечно, встреча с ним личная, да еще мне так посчастливилось, что я с ним поработал вместе. Ну, конечно, это повернуло меня кверх ногами. В буквальном смысле слова – кверх ногами. Я вдруг увидел, что, ну, может быть, совершенно другой театр, просто другой по способу работы и существования, вообще совершенно другой. Потому что я после «Современника» только, после московских театров, после моего представления там такого, вдруг мне показали другую планету. Ну, совершенно другой планету. Я тогда помню очень хорошо, что как-то отчетливо понял, что театр вообще – это огромная территория, на самом деле, где очень много дорог разных. И самое прекрасное, когда они пересекаются, эти дороги, потому что на стыке и возникает вот совершенно что-то неожиданное новое. Вот это в генетике, это в биографии Александринского театра и есть. Там другое дело, как это развивать сегодня, как это, чтобы это не было такой догмой или просто формулой такой теоретической. Как это сегодня применять, как это, в каком качестве это сегодня может быть. Но вот это есть и в биографии, и в генетике Александринского театра есть. Не случайно Вивьен, размышляя о, значит, опять для молодежи, выдающейся главным режиссерам, руководителям Александринского театра, который более 30 лет в прошлом столетии руководил Александринским театром, он, размышляя о его судьбе и размышляя о его лице, как раз вот сравнивал его с театральным пантеоном. Не случайно, потому что имел в виду как раз вот разные ветви, которые были в разные периоды в этом театре. Другое дело, как это, потому что Мейерхольд тоже не одна ветвь, это одна из, но очень повлиявшая, понимаете? То есть вот это сочетание психологического театра, но не буталлога, но никогда не буталлога. Вот это вот очень интересные вещи. Я ответил или еще надо? Я ответил. Пожалуйста. Да, я, я все расстроился. Один вопрос. Вы ставите на историческую сочетку. Сегодня на новой сцене Александринского театра. Есть ли для вас какая-то разница в режиссуре, в подходах, в качестве новой сцене? Естественно. Как она не может ни быть разницей? Просто даже что-то тут отвечать-то. Это абсолютно понятно. Ну все меняется. Ну как, совершенно другие объемы, совершенно другие способы даже работы. Ну как, это естественно. Абсолютно. Но тут совершенно другая площадка с другой даже, не только акустикой, но и акустикой, но просто другое пространство. Любое другое пространство, оно меняет, ну по идее, в идеале должно менять и подходы, и спектакли, и способы работы. Но обязательно, без этого быть не может. Обязательно. Конечно же. Все меняется. Потому что вот сейчас трудность такая есть, и Петр Михайлович это понимает, мы вместе это решаем и работаем над этим. Что Петр Михайлович поставлен в такие условия, и не только он, и другие актеры, но он особенно, как главный герой. Поставлены такие условия, что это и не на большой сцене, с одной стороны, и не на малой сцене, а вот еще в каких-то особых таких обстоятельствах, в которых он чисто технически, в которых он должен работать. При этом соблюдая и сохраняя, безусловно, и процессы, и, так сказать, всю эмоцию, это очень непросто. Поэтому каждое пространство, оно диктует свои задачи и свои какие-то способы изложения. Это естественно. Можно еще задать вопрос? Давайте мы дадим вам задать вопрос Алине, она еще несколько не задавала. Дай вам ответы на какие вопросы нашего общества хотели бы еще поискать вместе со зрителем? Раньше еще это не давал. Вообще-то ответы на вопросы со зрителем, он один, мне кажется, всегда. Было и есть. Какие другие могут быть вопросы? Как остаться нам людьми? Какой еще может быть более важный вопрос? Понимаете? Поскольку нам выпал такой подарок, что мы живем, да, значит, во-первых, для чего мы живем, это всегда вопрос очень важный. Ну, для тех, кто, так сказать, хочет думать. Те, кто... Огромное количество людей, которые не задумывались над этим вопросом. Огромное количество. Нам кажется, что это их 2-3 человека, потому что мы всегда себя считаем умными очень, да, продвинутыми себя. А остальные, вроде, ну, это не так. Поэтому многие люди просто и не задумываются над тем, а зачем, а почему. То есть задумываются так чисто утилитапно. Чисто так, как бы, понятно. День прошел, и слава богу, там, хочу добиться этого. Но глобально, а зачем, а почему, а для чего. Вот это главное. И от этого возникает вопрос, ну, как нам себя... Вообще строительство человека, это самая главная тема. И это ничего важнее. А что может быть важнее? Она всегда была и в литературе нашей, и в друг друге, и только в нашей, но в нашей русской, прежде всего, российской. Других нет вопросов. Остальные все вопросы, они такие актуализированные с точки зрения, ну, просто сегодняшнего какого-то дня. Они могут быть больше, меньше, но это чисто такая вот актуализация, ну, как бы такая, временная. На самый главный вопрос, мне кажется, вот эти. Да, Лена, пожалуйста. Михаил, отдайте все. Да. Хорошо, говорите. Валерий Владимирович. Микрофон не нужен. Не нужен, просто он в этом микрофоне. Да, я слушаю. Валерий Владимирович, вот мы с вами в новом здании. Тут рядом отреставрированная Александринка. Вот за эти 14 лет, что вы здесь, это ведь ваш склад. И этого не было, и там только все начиналось ремонт. Вот вас спросили, что вам взял Петербург. Так вы Петербург вынимало дали. Вам пришлось тут строителем стать? Вот говорят спасибо Фокину. Все-таки его московские связи, его натура, его экспрессия, его энергия, вы позволили все это воплотить, да? Ну, у вас на это ушло село. Это была ваша задача? Действительно, это на вашем плече спалилось? Ну, я даже не знаю, честно говоря. Задачи такой специальной не было, чтобы стать строителем. Так же, как и не было задачи, когда мы строили центр Мирхольда в Москве, то тоже не было у меня задачи, так сказать, стать строителем. У меня была задача одна, и я не стал строителем, между прочим, слава Богу. Но была задача одна, создать центр Мирхольда и построить дом Мирхольда. Потому что у Мирхольда на тот период не было своего дома. Я вообще верю в такие, как сказать, ну, как сказать, такие знаки, что ли. Ничего не бывает случайно в жизни. Я вот в это верю. Потому что ткнули-ткнули, я помню, как мы сидели там с чиновниками в Москве, когда искали место, где можно построить центр Мирхольда. И он тыкал, тут нельзя, тут это, тут это. Ну, вот тут, если хотите, и ткнул пальцем. И это место оказалось рядом с Бутырской тюрьмой в Москве, где был расстрелян Мирхольд. И сидел. Меня это просто поразило. Просто в двух-трех минутах от Бутырской тюрьмы на Новослободской улице в Москве. И я говорю, конечно, а вот тут-то можно? Ну, берите, тут непонятно чего. Тут, правда, надо дом расселить еще вам. Значит, мы там искали деньги через спонсоров, там как-то квартиры ходили. Там было много. Но неважно, мы хотели сделать дом Мирхольд, потому что у него не было дома. Вот не было дома. Реабилитировали, а дома не было. За квартиру бились там, вернуть квартиру. Она же ведь тоже была, не сразу стала музей. В квартире. Квартиру принадлежало КГБ. Потому что в квартиру после того, как убили его жену Зинаиду Райх, актрису, значит, тут же на следующий день сидел секретарша Берии. Берия – это для молодежи нынешний председатель ФСБ, тогда председатель НКВД. И шофер Берии, потому что квартира была поделена на площадке на дверь, тут же они вселились на следующий день. Сразу еще вещи не успели вывезти. Они уже сидели. И квартира была все время за КГБ. Значит, мы с покойной внучкой Мирхольда ходили, писали письма Крючкову, тогдашнему начальнику КГБ уже, что он был. И он, кстати, гениально сказал, он говорит, да я, пожалуйста. Но надо перевести из одного ведомства квартиру в другое ведомство. То есть убрать из КГБ, отдать в город, и тогда город может там сделать музей-квартир. То есть это длинная такая бюрократическая история. Но так сложилась судьба, что нам надо было сделать это, и мы построили центры. Так и тут я понимал, что нужно, как сказать, моя задача была такая 14 лет назад. Вернуть престиж этому театру во всех смыслах. Прежде всего изнутри, для уровня театральной культуры, уровня труппы, уровня спектаклей, там, репертуара. Но престиж это все. Значит, и здание, и реклама, и это, и то. Но потом возникла идея обязательно этого центра, как экспериментального центра, который должен был питать основную сцену, она его, и дальше, и дальше. Потому что когда-то же это был культурный квартал, в общем, который был спроектирован Росси в свое время. Правда, даже улицы Росси тут были, тут было, все было для этого. И школа театральная находилась здесь, и жили актеры, и мастерские. Вот стена осталась еще от мастерских, которые мы сохранили. То есть это был квартал, который был тоже, так сказать, в 17-м году, значит, отобран Анатолий Васильевич Молоначарский, опять для молодежи. Тогдашний министр культуры. Вы понимали. Не Мединский Владимир Владимирович, это сегодняшний. А тогдашний, в прошлом столетии, в 20-х годах. Кстати говоря, драматург, очень образованный человек. Писал пьесы, их ставили иногда. Вот он отобрал часть зданий и, так сказать, сузил аппетиты Александринского театра до определенных размеров, в связи с советизацией, так сказать, театрального искусства. Поэтому у меня такой специальной задачи не было. Просто одно пошло на то, что это, конечно, требовало энергии, как меня и моих товарищей, и администрации, и директоров. И, ну, это понятное дело, ничего же так просто не бывает. Конечно, это надо время и настойчивость. Ну, это как бы, так сказать, ничего же. Если это есть, грех это не использовать. И какой особый такой заслуг, я в этом не вижу. Это можно отнести просто, опять же, к какому-то стечению обстоятельств. Позитивному, положительному. Сказать, что это вот так вот, боялок прям заслуг какая-то. Но это нормально. Если тебе дано поручение какое-то, и у тебя есть возможность, ты должен это делать. Я так считаю. Обязательно должен делать. А как это нельзя? Ну, если... Ну, значит, надо делать. Другое дело, там, мы думали, я думал, например, что новая сцена, она построится раньше гораздо, даже, чем реконструкция. Но так не получилось. Но я думаю, ну, вот это мы быстрее сделаем. Ничего подобного. Одно, реконструкция, правда, гораздо быстрее, чем это. Эта история длилась, там, 10 лет. Ну, со всеми этими, там, проектированием, там, бюрократическими ходами. Ну, в центре Мерховья тоже, кстати, строился в Москве где-то лет 10. Мне архитектор, который строил в центре МАГ, говорит, а чего? Говорит, это нормально 10 лет. Чего ты так удивляешься? 10 лет нормально. Ну, нормально, значит, нормально. Нет, тут ничего... Я считаю, что это просто хорошо, что так произошло, и прекрасно, и дай бог. Не для себя же делаем. Это же не частный мой театр. Нас не будет, значит. Смотрю на главного режиссера, который там забился. Жди, будь работать. Петр Михайлович, у меня к вам вопрос. Вот вы, когда работаете над ролью, вам... Какая больше методика вам близка? Методика малого драматического театра? Или все-таки с приходом на Александринскую сцену уже два года вы сыграли в «Маскараде» и сыграли третий выбор? Какое-то влияние на ваш актерский опыт дало встреча с Александринской? Конечно. Ну, если подробно... Хороший вопрос. Правда, я задал? Самому послушаю. Он почувствовал. Мне всегда казалось, что театр... Когда я еще был совсем молодым и юным студентом, что театр, куда я попал, вот такой он и есть. И вот Валерий Владимирович уже сказал, что действительно театр... Это, как его назвали? Поле? Поле чудес. Чудес. Поле чудес, да. Перекресток, где пересекаются все эти линии. И сейчас я испытываю то же самое, что для меня переход в Александринку – это новый... Не то, что опыт, даже не то слово. Это открытие для меня. Открытие, потому что, когда я шел, я как-то... Я понимал, куда я иду, я не, так сказать, осознавал это, что это все новое, но что настолько, и что это так интересно, и чувствовать себя опять студентом, учиться чему-то новому. Я просто вспомнил, на мой взгляд, великий артист Евгений Леонов, как-то незадолго до своей кончины, я видел с ним интервью, я запомнил его изречение, то, что он сказал, говорит, «Вы понимаете, актерское мастерство, оно же шлифуется не в студенческие годы, не шлифуется, оно там в первые годы, когда артист начинает в театре, оно шлифуется не годами, а десятилетиями, и только потом, где-нибудь после сорока, тебе уже не стыдно получать зарплату, и не очень стыдно за то, что ты делаешь». Так что, я думаю, этот процесс бесконечный, учиться этому ремеслу, это, наверное, и есть самое главное в этой профессии, потому что, как только артист скажет, «Сидишь, я уже все умею», «То этому артисту придет конец». Нет, ни одного лёгкого спутакля, по-моему, не было и быть не может. Я скажу больше даже, что из-за 80 с лишним спектаклей, которые мне удалось сделать, это, по-моему, 84-й, я не помню, какой будет, я надеюсь, я могу сказать, что вот наибольшее какое-то удовлетворение, удовлетворение – это не точное слово, но я бы выделил бы спектакли 5-6, которые, может быть, и не имели такого зрительского даже успеха и какого-то такого резонанса, как другие какие-то, но они для меня дороги, потому что в них мне удалось добиться наиболее такого, наибольшей гармонии, что ли, от всех компонентов, вот то, что мы сейчас вот тут бьемся, понимаете? Ведь что такое для меня получился спектакль, для меня – это прежде всего, когда вот этот разрыв между тем, чего ты хочешь и что произошло, он минимально, максимально сокращен. Вот в этом все дело. Не в том, как это принимают даже, хотя, конечно, я живой человек, я бы лукавил, если бы говорил, что мне абсолютно наплевать. Конечно, нет. Раз я выношу вообще спектакль на зрителя, конечно, реакция зрителя важна. Но самое главное – вот этот разрыв, насколько ты можешь его сократить, максимально сделать то, что ты хочешь. Вот буквально 5-6 спектаклей, в которых я могу сказать, да, этот разрыв был почти, почти, ну, за исключением, конечно, идеала нету, все-таки сокращен. Это очень важный момент. Поэтому легкие или трудные, ну, все трудные по-своему спектаклю. Когда я начинал, мне казалось, что главное – сделать первый спектакль. А там уже пойдет, думал я. Еще подумаю, сделал первый спектакль. Второй, опять трудно, думаю, ну, два-три сейчас опыт, так, ну, и все. А чем старше, тем все труднее и труднее. Труднее и труднее, потому что степень, так сказать, претензий к себе профессиональных возрастает. От этого трудно-то. Не от того, что трудно, что ты не знаешь, что у тебя нет опыта. Опыт ведь – это вещь очень полезная, и одновременно она и вредная. Потому что опыт может давать уверенность, что ты знаешь, как, собственно, чего. С одной стороны, ты должен знать эту технологию, а с другой стороны, чтобы он тебя не убаюкивал этот опыт, не отвлекал, не говорил тебе, что да, все-то в порядке. А когда возникает степень претензий к себе профессиональным, что тебе хочется лучше, ты видишь, как это сделать лучше, и не можешь по тем или иным причинам. Вот в этом есть разрыв между замыслом и реализацией. Поэтому вот это вот, там, для себя, там, шаг или не шаг. А легкие, ну, не бывает легких спектаклей. Какие легкие? Если вам кто-то скажет из моих коллег, что у него легкие спектакли получаются, он не режиссер. Такого быть не может. Я в это никогда не поверю. Режиссер может делать вид, что ему все легко, он излучает радость, энергию. Есть такие мрачные, так сказать, там, нервные, а другой, так сказать, вроде все, так сказать, шутя и играя. Так, вроде. Но это все маски. Потому что любой режиссер, это человек, в общем-то, так сказать, ну, в нашей профессии изначально присутствует одиночество. Изначально. Мы должны быть на виду всех, мы должны держать удар. Вот я с вами разговариваю, шучу, там, тут, вы думаете, мне так хочется делать, что ли? Совершенно не хочется. Абсолютно. Потому что все равно часть моего сознания, она живет репетицией, она живет выпуском, она живет другими вещами. Но я должен это делать. Я должен не показать вида, когда мне тяжело, по возможности. Хотя у меня, к сожалению, в последнее время, видимо, с возрастом не очень получается. Понимаете? Потому что надо уметь это... Но это все тоже маски. Потому что... Что такое режиссер? Он одинок почему? Потому что он должен все время делать вид, что он все знает, что это... А он так же и не знает, как и остальные. Он знает просто, как идти. Как идти-то. Но куда он придет, он тоже не знает, как и актеры не знают. Просто он идет впереди. Так получилось. Вот идет впереди с веревкой, с фонарем. Вроде он знает. Ну и все идут за ним. Потом, когда все грохнутся в пропасть, кто виноват? Он. Шел-то первый. И это нормально, потому что это входит в профессию. Значит, тогда не иди первый, иди последний. Все равно в пропасть упадешь. Если обвяжетесь одной веревкой, то куда вы делите? То есть это... Ну это такая профессия. Поэтому не может быть никаких легких спектаклей, нелегких. Это не играть. Другое дело, что надо, конечно, пытаться получать радость от репетиции. От репетиции можно получать радость. Это прекрасное состояние самочувствия, когда ты получаешь радость. От встречи с актерами, от того, что ты вдруг вот это вот... Вдруг можешь что-то такое схватить, как Достоевский говорил, схватить точку. Вот что-то такое схватить в воздухе. И ты получаешь от этого радость. Эфрас писал, по-моему, очень точно, что удачно проведенная репетиция окрашивает собой целый день. Это очень точная фраза. Потому что она сразу дает другое настроение, дальше и набыты, и на жизнь личную, и такую себе удачную. Бывает неудачные чаще всего. Они тоже окрашивают день. Но показать же нельзя. Что же, приходить домой и метать мебель, что ли, по углам? То есть все это, так сказать, такие вещи нормальные абсолютно. Ничего тут чрезвычайного нет, но просто... А может быть, назовите сколько-нибудь вопросов? Давай, пять-шесть. Пять-шесть. Записки. Отелло. Много шума из ничего. Нет, ну, наверное, это... У меня был такой спектакль по Достоевскому записки из-под поля. Это был первый спектакль. Не тот, который сейчас сделан, который привозил сюда Константин Райкин, он тоже там играл, но это было, по-моему, по-моему, в 76-м году. Там играл Райкин, Леонтьев и Лена Коренева. Такая актриса. Вот этот спектакль, пожалуй. Ну, еще можно назвать. Я так не могу сейчас перебирать. Так, вот это как бы сразу я, так сказать, вспоминаю. Ну, нет, конечно, я могу назвать там пять-шесть спектаклей. Ну, это, Господи, зачем это? Так. Ну что, еще один последний вопрос? Да. Так, давайте последний вопрос задаваться тут, кто не спрашивал. Ну, не спрашивал. Ну, можно мне один вопрос? Малюр. Александр Анатольевич, ни одного вопроса не задал. Может, спросите? Нет. Александр, а можно мне? Ну, давайте все-таки девушка. Ну, а почему я? Скажите. Это не последний. Вы здесь все-таки вы на спектакле на гастроли. Возможно ли это технически? Тогда я можу прокомментировать. Девушка, это не институт, а кино из семьи. Какая идея? Которая задает вопрос. Студент. Студент. Поэтому она вам задала вопрос, но мой вопрос касался вашего творчества в плане, почему вы обратились, и студентам было бы это интересно знать, в Старли Финги. Кино. Извините, можно? Почему я? Почему вы обратились в кино? Кино? Да. Ну, когда я обратился? Вообще. Видимо, Марина, в обращении имеют виду. Да, я имею в виду с теми. Так это же. Значит, насчет гастроли этого спектакля. Вопрос правильный, который я на сегодняшний день не могу на него ответить. Дело в том, что настолько завязана, я надеюсь, вы видите эту работу, она настолько завязана с этой площадкой, что мне сложно пока представить чисто технически, как это возможно повести. Но вообще-то надо, конечно, про это будет думать, если мы доживем. Но пока я не очень понимаю, в каком направлении. Потому что очень завязана на этой площадке. Дело в том, что эта площадка, она уникальная по своим возможностям. Может, пройдет несколько лет, и кто-то, если там мы, что-то с нами не произойдет глобального со всеми, то построит еще какую-то площадку, которая будет еще более крутая, чем эта. Ну, как центр Мейерхольда, вот мне казалось, там 25 лет назад, да, когда мы там сделали, мне казалось, что и действительно так было на тот период, что не было такой другой площадки в Москве и только в Москве. А сейчас по сравнению с этой площадкой, она очень наивна, я бы даже сказал. Потому что там только один центр сцены опускается вниз, и что это? Понимаете? И там открывается потолок стеклянный, только одна часть этого потолка. Мы-то мечтали, я хотел, чтобы открывался весь потолок, но не получилось, не разрешили, не получилось технически. Сейчас мы это, я думаю, сделали бы спокойно, если бы поставить какую-то задачу. Поэтому наверняка будут изменения в этом. Мне трудно сейчас представить, как это будет, но сегодняшний день я не понимаю. Что касается кино, то сегодня, по-моему, будет фильм, да, превращение, да? Ну, я снимал фильм несколько раз, и телевизионные фильмы, и полный метр. Ну, несколько раз это было. Но это совершенно другое искусство, это совершенно другое дело, чем театр. Оно очень интересное, оно очень, так сказать, такое манкое, ну, чисто режиссерское, очень интересное. Совершенно другая природа, совершенно другая психология нужна, мне кажется. Но бывают очень удачные случаи, таких много, но немного. Ну, когда театральный ремиссер и гидроемиссер уверенно работают и в кино, и в театре. Ну, из великих примеров, это, конечно, Дергман, прежде всего, конечно же, который уверенно работал в театре с удовольствием, и про кино уже говорить не о чем. А, скажем, Тарковский, который, да, гений, но у него не получались театральные опыты. Вот он делал Гамлета с Солоницем, своим любимым артистом, такой был у него артист, который играл в Андрея Рублеве. Это я тоже для молодежи говорю, потому что параллельно надо просвещать молодежи. Так вот, он ставил Гамлета в театре Ленинского комсомола. И спектакль не получился. И я помню очень смешной разговор с ним. Он мне говорит, как ты там работаешь, вот в этот театре вы работаете. Говорит, это же надо вывести, говорит, артиста, и увести. Я, говорит, там раз отрезал, раз склеил все, а тут надо вывести, а потом еще надо увести. Я еще думаю, гений. Еще вот какой-то ерунду вообще. Ну, что трудного-то, вывести, увести. Взял, закрыл, прикрыл, раз, отвернулся, ну, масса и способов. А он очень серьезно говорит, как это? Взял, а ты? Другое мышление, природа другая. Понимаете? А Бергман абсолютно уверен. Еще можно найти примеры, которые, так вот, Дефирели тоже, который работал, работает и в кино, и там работал в других. Сегодня я не знаю кто, но сегодня много, кстати, кинорежиссеров работает и в театре. Сегодня такой опыт есть, довольно, так сказать. А сегодня будет фильм «Превращение», да, это фильм, где снимался Евгений Миронов. Да, 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 это фильм был. После театральной версии, которой играл у меня Константин Райкин, значит, вот, когда мне предложили снять эту картину, я решил все-таки снять другого актера, просто для того, чтобы оживить как-то свое представление, уйти немножко от какой-то заданности такой, которая уже была, потому что я понимал, что это другой жанр, кино. Хотя некий элемент все-таки театра вот в этом фильме присутствует. Присутствует. Автор пьесы сегодня, 2016, который был тогда, так сказать, в возрасте маленького, он меня критиковал за этот фильм. И говорил, что нельзя просто актеру изображать насекомого. Есть компьютеры, есть средства технические, которые могли бы позволить все-таки добиться правдоподобности насекомых. Ну, я сказал, у тебя такая точка зрения. У меня другая. Позвольте. Ну что, все, спасибо. Ну вот как ведущий, я не знаю, нам надо бы на репетицию идти. Да, мы заканчиваем. Вот вопрос там. А, да, простите. Ну что, конечно, да, ваш вопрос. Мария Владимировна, в международных проектах, в нынешней ситуации политической, мы испытывали какие-то неприятности, проблемы, с кем конкретно, с какими странами летят? Нет, мы никаких неприятностей не испытывали. Я бы сказал так, за последние годы единственное какое-то некоторое напряжение, даже не напряжение, возникло с Национальным театром Польши, которые в течение долгих лет были нашими такими главными, одними из главных партнеров. Ну, в силу известных обстоятельств, некоторое такое, даже не напряжение стороны театра, а просто поскольку отношения между странами изменились, поэтому вот тут вот были, так сказать, некоторые трудности, я бы так сказал, потому что общались мы и приезжали друг к другу чуть не каждый год. Вот тут было какое-то напряжение. Но сейчас, я думаю, что это поменяется, потому что, например, мы приглашены во Вроцлав в этом году, на театральную олимпиаду. Вроцлав – столица, культурная столица Европы в этом году, и там большая программа, и я надеюсь, что мы поедем, мы как бы нас ждут. Я думаю, что культура ведь, понимаете, она, ну как, она все равно найдет свою, так сказать, свой коридор, потому что он не может закрываться ни в каких обстоятельствах, ни в долгих. И поэтому люди театра, они, несмотря на любые политические разногласия, которые правительство ведут, они всегда друг с другом общаются абсолютно открыто, и непосредственно, и никаких сложностей нет. И сейчас между там поляками, теми же актерами, вот у нас ставил Шиштоф Горбачевский Макбета несколько месяцев назад, никаких вообще проблем нет. Проблемы есть на другом уровне между странами, но не между нами. А так никаких проблем нет. Нет никаких. Ну, сейчас у нас там с китайцами, например, очень активные связи, да, мы были на гастролях сейчас, в Пекине, в Шанхае, они еще приедут, мы ездим. Но я вспоминаю, поскольку все-таки я чуть не молодой, я вспоминаю, как студентом мы на собраниях клеймили китайцев. Ну, я-то не клеймил, я стоял просто. Согнали всех. Да никто не клеймил, но у нас там были люди, которые были заряжены, говорили, ух, они такие, а сегодня мы братаемся просто. Понимаете, вот такая жизнь наша. Поэтому и с поляками все будет нормально через какое-то время. Это мы так живем. Мы совершаем ошибки, не учимся на этих ошибках, наступаем на те же грабли, и вообще истории нас ничему не учат. Про это тоже этот спектакль. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.